Я приветствую тех, кто только что присоединился к нашим экранам в эфире «Время новостей» на телеканале «Хабар-24». С вами Арстан Балтин. Здравствуйте. Регионы Казахстана продолжают подготовку к отопительному сезону. До его начала в стране отремонтируют около 500 котельных и 8 энергоблоков. В Министерстве энергетики сообщили, что основные работы близятся к завершению. По данным ведомства, уровень потребления электроэнергии в стране в этом отопительном сезоне составит 14 800 мегаватт, что почти на 200 мегаватт больше, чем в прошлом. При этом общая мощность казахстанских электростанций составляет более 18 000 мегаватт. То есть в стране есть дополнительные резервы. Что же касается запаса топлива, к началу сентября на электростанциях есть около 3 миллионов тонн угля. На централизованных котельных еще 1000 тонн. Мазута в стране запасено свыше 100 000 тонн или 117% от запланированного объема. К отопительному сезону тщательно готовятся в Жамбылской области. В Таразе чистят, ремонтируют и укладывают новые трубы. О подготовке к зиме региона готова рассказать Анастасия Сулейманова. Сейчас она с нами на прямой связи. Настя, доброе утро. Расскажите, какая работа ведется на данный момент. Доброе утро, Арстан. Сейчас мы находимся на пересечении улиц Дулати-Айтиева. Здесь активно ведутся работы по замене теплосетей протяженностью в километр. Всего в Таразе в этом году по государственной программе Нурлыжол заменят на новые 3 километра теплосетей. На общую сумму более миллиарда тенге. Работы ведутся с июня месяца на трех объектах. Чтобы успеть в срок, специалисты работают в круглосуточном режиме. На сегодняшний день работы выполнены на 74%. В целом, по модернизации тепловых сетей областного центра разработали три проекта на сумму почти в 10 миллиардов тенге. Всего на эти средства до 2020 года запланировано заменить чуть больше 12 километров тепловых сетей. Это позволит решить вопросы бесперебойного теплоснабжения потребителей в отопительный период. В целом, отмечу, что к отопительному сезону Жамбулская область готова почти на 98%. По словам ответственных специалистов, из 1753 объектов бюджетной сферы подготовили к зиме пока 1739. В их числе объекты образования, здравоохранения и культуры. В области 1475 многоквартирных жилых домов. Из них еще не готовы 57%. Всего на плановые ремонтные работы предприятия топливно-энергетического комплекса выделили почти 2 миллиарда тенге собственных средств. Более подробно о подготовке к отопительному сезону готов рассказать заместитель руководителя управления энергетики и ЖКХ Кудайберген Корганбаев. Скажите, сколько всего котельных в области и какова их готовность к отопительному сезону? На сегодняшний день в области имеется 434 автономных котельных. Их готовность составляет 100%. На отопительный сезон для приобретения, для закупки топлива необходимо 1,2 миллиарда тенге. На текущий год из областного бюджета выделено 415 миллионов тенге. Остальной объем финансирования будет рассмотрено в четвертом квартале текущего года. Касательно обеспечения углем бюджетных организаций на сегодняшний день составляет 98%. Для населения составляет 46,1%. В целом на сегодняшний день на теплооснабжающих организациях области имеется 2500 тонн мазута. В целом объем социального мазута выделено 69 тысяч тонн мазута. Из них для теплооснабжающих объектов города Тарас 34 тысячи и для объектов теплооснабжающих организаций МОНО и МАЛО городов 35 тысяч. Спасибо вам. Судя по таким запасам, надеюсь, что жамбылцам зимой уж точно не придется мерзнуть. Все подготовительные работы к отопительному сезону ведутся согласно плану. И специалисты заверяют, что до 1 октября область будет на 100% готова к зиме. На этом у меня все. Арестан. Анастасия, еще короткий вопрос, если можно. Скажите, не идет ли подготовка к отопительному сезону в авральном режиме? И не ожидается ли у вас резкое похолодание? Нет, у нас все ведется согласно плану. Аврального режима я как бы не наблюдаю. Ну, похолодание пока не ожидается у нас в эти дни, к счастью, потепление. И солнышко радует жамбылцев. Что ж, спасибо, Анастасия. Напомню, Анастасия Сулейманова информирует нас из ТАРА за подготовки к предстоящему отопительному сезону. На модернизацию котельных и реконструкцию тепловых сетей в октябре будет выделено более 7 миллиардов тенге. Инвестиционная программа действует с 2015 года и рассчитана на 5 лет. Часть запланированных работ уже завершена. Возведены новые печи, заменены участки теплотрасс. Это способствует тому, что отопительный сезон проходит без ЧП, а энергопотери снижаются с каждым годом, говорят специалисты. Подготовку к зиме оценила наш корреспондент Елена Устимович. Новая котельная номер 5 сегодня работает вместо трех аналогичных объектов. Они давно нуждались в замене. Современная установка позволяет экономить тепло, электроэнергию и снизить вредные выбросы в атмосферу. По городу только в этом году реконструируют еще две котельные на сумму 870 миллионов тенге. Все эти мероприятия позволило только в 2018 году снизить 613 тысяч кубов газа. 3,4 миллиона киловатт-часов электроэнергии и уменьшить выбросы более чем на 500 тонн. В этом году теплоснабжающее предприятие проводит капитальный ремонт более трех километров тепловых сетей. Уже отремонтировано два километра трассы. Новый тариф на тепло начал действовать два года назад и останется неизменным пять лет. Настолько же рассчитана и реализация инвестиционной программы. Более 7 миллиардов тенге направят на модернизацию котельных и реконструкцию тепловых сетей в Актубе. Часть средств будут освоены в этом году. Предусмотрено 1,4 миллиарда, в том числе 300 миллионов на реконструкцию тепловых сетей и внутренних сетей котельных. И на 1,1 миллиарда тенге на капитальный ремонт котельных. В целом инвестиционная программа выполняется. К отопительному сезону все работы должны завершиться. Подготовка к зиме в городе идет по плану. Этот участок теплотрассы давно нуждался в реконструкции. Неудивительно, ведь он проложен был здесь в конце прошлого столетия. Жители близлежащих многоэтажек неоднократно жаловались на холод в своих квартирах. Но уже этой зимой ситуация кардинально изменится. Насколько качественно были проведены все работы, покажут гидравлические испытания. Однако эксперты уже подсчитали. В последние годы стали реже фиксировать повреждения трубопроводов. А износ теплосетей снизился почти на 5%. Кроме этого сократились потери тепловых ресурсов. В денежном выражении бюджет предприятий сэкономил 115 миллионов тенге. В Казахстане планируют запуск новой электростанции. В каком городе нашей страны это произойдет, узнаете из анонса событий. Оставайтесь с нами. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстане. Добро пожаловать в Казахстане. Добро пожаловать в Казахстане. Добро пожаловать в Казахстане. В продолжении международных новостей индийские власти назвали число погибших и пострадавших в результате обрушения моста в Калькутте. Так, по официальным данным погиб один житель и еще 23 получили ранения. При этом местные СМИ сообщают о пяти погибших. Напомню, мост над железнодорожными путями обрушился в час пик. Вместе с ним упали несколько легковых машин и пассажирский автобус. На месте работают спасатели и медики. Власти предполагают, что под обломками могут находиться люди. Причины обрушения не называются. А в Сирии в результате ракетного удара ВВС Израиля погиб один человек. Еще восемь получили ранения. Сегодня утром правительственные силы Арабской Республики отразили атаку со стороны израильской авиации. По данным телеканала САНА, истребители еврейского государства зашли в воздушное пространство Сирии к западу от Бейрута и летели на север. Они двигались на низкой высоте и обстреливали военные объекты в провинциях Тартус и Хама. В общей сложности сирийские силы ПВО сбили пять ракет. Комментариев со стороны армии Израиля пока не поступало. Дамасский Тель-Авив формально находится в состоянии войны с 1973 года. А ситуация в Афганистане также продолжает оставаться напряженной. Военные действия не прекращаются на протяжении нескольких десятилетий. Активное участие в процессах по мирному урегулированию ситуации принимает и Казахстан. В этом году вопросы безопасности в Афганистане обсуждались на самом высоком международном уровне. Ситуация в стране стала в том числе приоритетной темой заседания Совета безопасности ООН. Все подробности в репортаже Анжелы Гариповой. Сегодня в новостных лентах Афганистан упоминается в связи с террористическими атаками и бесчисленными жертвами. И тем не менее, миллионы мирных жителей вынуждены продолжать жить и строить свое будущее на афганской земле. Поэтому наша страна выступает за урегулирование ситуации в Афганистане, что неразрывно связано и с ее развитием. Казахстан помогал и помогает Афганистану в области образования, в области сельского хозяйства, поставками муки и зерна, помогает строительству мостов и укреплению рек, построил дамбу, построили школы. Школы, больницы, дороги и мосты – это не весь список того, что Казахстан делает, чтобы помочь и ускорить развитие Афганистана. В рамках официальной помощи наша страна совместно с Японским агентством Организации сотрудничества дает возможность афганским студентам получить высшее образование. Алия Садид провела детство в Казахстане. Власть на родине тогда была захвачена талибами. После смягчения ситуации семья вернулась. Узнав, что есть шанс получить образование в Казахстане, уже взрослая Алия без колебаний подала заявку на получение гранта. И вот уже второй год учится в Алматы. Я всегда думала, что моя родина – это Казахстан, зная, потому что я была маленькой здесь. Женщины очень много сделали в сфере образования, очень много изменений. Получается, я сама одних из шагов, которые сделали женщины. Я приехала в Казахстан, и здесь этот большой шаг для Афганистана. Потому что это очень сложно – разрешить девушку учиться за границей в Афганистане. Мы приехали 100 человек, и из 100 человек только 10 человек были девушки. Сотрудники МИДа и непосредственно исполнители образовательной программы тоже заметили большой гендерный разрыв. Это упущение учли. Казахстан, как вы знаете, взял на себя обязательство обучать тысячу афганских студентов. Эта программа уже заканчивается, но мы с нашими международными партнерами, в том числе с Европейским Союзом, продляем ее именно с акцентом на женщин. Обучение проводится не только для студентов, но и для действующих специалистов. В апреле этого года женщины из сферы медицины приезжали изучать опыт казахстанских коллег и технологии в акушерстве. По данным Международного агентства «Статиста», Афганистан – страна с самыми высокими показателями младенческой и материнской смертности. Но проблема не только в слабом оснащении медицинских учреждений. Усугубляет ситуацию и положение женщин в этой мусульманской стране. Составляя почти половину населения, только 12% из них умеют читать и писать. Их заработки также в два раза меньше зарплаты мужчин. Анжела Гарипова, Наурис Базаров, Ксения Склярук, Хабар-24, Астана. Вопросы гендерного равенства и неравенства приняты во внимание. Именно поэтому Казахстан выступил инициатором Международной конференции «Расширение возможностей для женщин в Афганистане». Она проходит сегодня в Астане. Там работает моя коллега Гульнара Хасан. И сейчас она с нами на связи. Гульнара, у кого-то еще утро, у кого-то уже день. Я вас приветствую. Расскажите, как проходит конференция и что интересного уже удалось узнать. Доброе утро, Арстан. Конференция, посвященная защите прав афганских женщин, уже началась. Здесь на одной площадке встретились представители делегаций Центральной Азии, Европейского Союза, России, Индии, Китая, США, ООН и, конечно, самого Афганистана. Это влиятельные политики, руководители международных организаций, известные журналисты, а также правозащитники. Присутствует и первая леди Афганистана, Рула Агани. С приветственным словом уже выступила государственный секретарь страны Гульшара Абдекалийкова. Также с казахстанской стороны участвуют члены правительства и депутаты парламента. Кстати, в эти минуты уже звучит международный доклад о положении женщин в Афганистане. Он подготовлен госучреждениями, неправительственными организациями Афганистана, а также правозащитниками, известными журналистами и экспертами, которые работали в Афганистане. Положение женщин в этой стране остается крайне тяжелым. Доступ даже к услугам здравоохранения очень низкий у женского населения. Дело в том, что в основном врачи это мужчины, а по канонам этой страны получать консультацию и лечение женщинам у мужчин является грехом. Очень низкий уровень образованности среди женского населения, всего лишь 12%, и как следствие высокий уровень безработицы. Он и так самый высокий в мире, 35%. Население Афганистана безработный, а этот показатель среди женщин еще выше. Эта конференция призвана решить хотя бы часть вопросов международным сообществам. Известно ли, как эти проблемы планируют вообще решать? Будут ли приняты какие-либо важные соглашения? Да, Арстан. По итогам конференции ожидается принятие резолюции, которая позволит повысить доступ афганских женщин к услугам здравоохранения, образования, а также к цифровым технологиям. И одним из первых соглашений, которые ожидаются к подписанию, это соглашение между Казахстаном, Узбекистаном и Европейским Союзом, который позволит получать образование афганским женщинам и девушкам в вузах Узбекистана и Казахстана. Кроме того, как нам удалось выяснить, планируется создание совместного фонда между Всемирным банком, Самрук-Азина и другими холдингами стран Центральной Азии. Они будут спонсировать создание открытия предприятий в Афганистане и создание рабочих мест, преимущественно в женских отраслях. Кроме того, Казахстан инициирует также создание международного женского медицинского корпуса для работы в Афганистане. И на первых порах в нем могут на добровольных началах работать врачи, женщины из Казахстана и из других стран, а также волонтеры. То есть на добровольных началах в Афганистане. Я отмечу, наша страна вносит весомый вклад в процесс восстановления мирной жизни в Афганистане. Казахстан участвует в строительстве школ, больниц, мостов. С 2010 по 2011 годы выделено 1000 грантов для обучения афганских студентов в Республике Казахстан. Эта работа будет продолжена. О том, какие еще резолюции будут подписаны, какие соглашения приняты, мы сообщим в наших следующих выпусках новостей. Арстан, к этой минуте у меня все. Вам слово. Спасибо. О вопросах гендерного равенства и неравенства в столице Казахстана, в столице мира, я бы даже сказал, нас информирует наш корреспондент Гульнара Хасан. О торгово-экономических отношениях Казахстана и Афганистана в цифрах знает наш экономический обозреватель Жанара Дулатова. Яна готова поделиться всеми подробностями, которые у нее есть. Да, Арстан, подробности будут через несколько секунд. Время деловых новостей на Хабар 24. Доброе утро всем тем, кто только к нам присоединился. Сотрудничает Казахстан с Афганистаном по самым разным направлениям. Это и отрасль сельского хозяйства, дорожно-строительная, железнодорожная и другие сферы. Кроме того, Исламская Республика – традиционный рынок сбыта казахстанской пшеницы. Таким образом, за последний год мы экспортировали в Афганистан рекордный объем муки и зерна. Речь идет о двух миллионах тонн товаров сельхозпроизводства. Товарооборот между Казахстаном и Афганистаном за последний год вырос почти на 20%. Он составил 180 миллионов долларов. Что касается гуманитарной помощи, по информации Министерства иностранных дел в 2014 году, Казахстан предоставил Афганистану помощь на сумму более 4,5 миллионов долларов. В 2015 году мы отправили в эту страну 1 миллион литров растительного масла, палатки, куртки, матрацы и прочее. Потратили свыше 438 миллионов тенге. В прошлом году, как вы знаете, в Афганистане была засуха, и Казахстан дважды оказал помощь в виде продовольствия. В целом мы поставили в Исламскую Республику порядка 23 тысяч тонн продуктов, а это свыше 21 миллиона долларов. И к другим темам. В Казахстане ожидается скачок инфляции. Такое предсказание сделали в главном финрегуляторе страны. По словам председателя правления Национального банка Данияра Акишева, в августе обесценивание тенге составило 0,2%. В сравнении с 2017 годом это достаточно высокий показатель, считает специалист. При этом он отметил, что инфляция будет продолжаться в заданном коридоре. Так, в 2019-2020 годах возможно будет превышение порога инфляции. В первую очередь это связано с антироссийскими санкциями. Наша страна все еще остается подверженной внешним шокам. Другими причинами стали ослабление нацвалюты, снижение цен на нефть и рост социальных расходов и кредитов. Это произошло за счет роста цен на непродовольственные товары. Замедление инфляции прод товаров составило 0,9% в 2017 году, а в этом году 0,1%. В связи с этим нужно принять ряд мер. Тем временем тенге на бирже поставил очередной антирекорд. Впервые за 2,5 года курс доллара достиг 367 тенге. По итогам последней сессии казахстанской фондовой биржи средний взвешенный курс доллара составил 367 тенге, 74 тена. Это наихудшая для национальной валюты Казахстана отметка с февраля 2016 года. В обменниках же доллар продают за 371 тенге. Итак, а что будет с ценами на продукты? Нам получается готовиться к резкому повышению? Арстан, на удивление, с ценами пока все в порядке. На некоторые продовольственные товары они, напротив, снижаются. К осени сезонные овощи стали, например, еще дешевле. Такие данные приводит Energy Pro. Так, только за август продавцы скинули цены на свежие помидоры более чем на 17%, а на огурцы почти на 13%. Кроме того, подешевел в сравнении с июлем картофель, чеснок, лук и капуста. Среди фруктов цена снизилась на яблоки, а вот цитрусовые, наоборот, подорожали. Поднялась стоимость и мясной продукции. Мучные изделия и крупы практически отпускаются по той же цене. Amazon догнал Apple. Компания стала вторым американским триллионером. Цены на бирже на 4 августа превысили уровень 2050 долларов за акцию. Позже, правда, они чуть спустились. Напомню, в прошлом месяце Apple стала первой публичной американской компанией с рыночной стоимостью более 1 триллиона долларов. Amazon за последний квартал получил рекордную прибыль за всю историю – 2 миллиарда. А вот состояние ее владельца, самого богатого человека в мире, Джеффа Безоса, достигло 166 миллиардов долларов. Отмечу, компания занимается не только виртуальной торговлей. В прошлом году она приобрела торговую сеть Whole Foods. А вот Deutsche Bank, наоборот, находится в кризисной ситуации. Сегодня ночью стало известно, что его акции будут исключены из состава индекса Евростокс 50. Поясню, туда входят бумаги ведущих европейских компаний. По словам экспертов, это станет очередным ударом для крупнейшего в Германии кредитора, сообщает Reuters. Причинами стали потеря прибыльности и ряд скандалов и штрафов. Они и вызвали резкое снижение рыночной стоимости. Сейчас банк прикладывает все усилия для того, чтобы добиться долгосрочной устойчивой прибыли, несмотря на многочисленные изменения в стратегии и перестановки в руководстве. С начала года бумаги банка подешевели больше, чем на треть. Через что банку предстоит пройти в ближайшее время, так это через множество проблем других немецких кредитных организаций. У них нет достаточной капитализации, по меньшей мере для того, чтобы быть конкурентоспособными. Их структуры устарели, и в конечном итоге им придется модернизироваться. Для этого нужны финансы, но также смелость, чтобы выстоять перед вызовами. Сейчас они просто сокращают затраты. В будущем же им придется обеспечить резкий рост доходности. Арестан, у меня на этом все. Эфир ваш. Спасибо, Жанара. Напомню, с интересными фактами из мира деловой экономики нас ознакомила Жанара Дулатова. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Здравствуйте, Арестан. Согласно статье 57 Конституции нашей страны Сенат и Можили смогут назначить от своих палат Кандидатуры в Центральную избирательную комиссию Нурлан Нигматуллин выдвинул кандидатуру Аклбека Ихданова Депутаты предложения председателя поддержали Кроме того, хочется отметить, что сегодня депутаты примут в работу 17 законопроектов Ратифицируют Конвенцию о борьбе с незаконными актами в отношении международной гражданской авиации А также рассмотрят изменения в закон по вопросам государственной статистики В целом, открывая сегодняшнее пленарное заседание Нурлан Нигматуллин также отметил, что депутатский корпус и в этот раз, и в этом сезоне Будет продолжать активную работу по налаживанию взаимодействия с другими государственными органами И институтами гражданского общества Кроме того, председатель Можилиса заявил, что все депутаты готовы работать По реализации конкретных семи поручений, которые озвучил глава государства В минувшую субботу на совместном заседании палат парламента К этой минуте у меня вся информация Более подробно о заседании Можилиса парламента сегодня мы обязательно расскажем самыми первыми Однако в следующих выпусках новостей пока Растан, вам слово Спасибо, Сабина, будем ждать свежих новостей Из Можилиса парламента Казахстана нас информирует Сабина Тургаева Что ж, выпуск новостей продолжается Сейчас информация о чрезвычайных происшествиях в нашей стране О них расскажет Асхат Ниазов В Туркестанской области местные жители помогли полицейским задержать группу автоворов На пульт 102 с айранского РУВД поступило сообщение от двух местных жителей О том, что они заметили на улице группу неизвестных лиц, похитивших аккумулятор с грузовой машины Молодые люди передали полицейским приметы подозреваемых и авто, на котором те скрылись В результате оперативно-разысных мероприятий на одной из дорог области задержали подозреваемых Следствием установлена их причастность к 14 фактам краш аккумуляторов Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшим, составила около 2 миллионов сенге В свою очередь руководство с айранского РУВД выразило благодарность двум местным жителям За бдительность и оказанную помощь в задержании преступников В Шымкенте сгорела столовая Как рассказали в городском департаменте по чрезвычайным ситуациям Общепит находился на Алматинской трассе Пожарные прибыли на место, когда уже сгорела вся облицовка Боролись с огненной стихией 21 человек и 3 единицы техники К счастью, жертв пострадавших удалось избежать Причины пожара выясняются Отмечу, что за прошедшие сутки в Шымкенте произошло 11 пожаров В одном из алматинских автобусов украли мобильный телефон Но не это привлекло внимание прессы, а способ его похищения Сотрудники отдела по раскрытию краж чужого имущества управления криминальной полицией ДВД С поличным задержали мужчину и женщину Служившую так называемой страховкой для ее подельника В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств В момент, когда мужчина извлекал имущество узевающих граждан Женщина-соучастница, находившаяся рядом, прикрывала его, отвлекая внимание жертвы Сейчас проверяется их причастность к другим аналогичным преступлениям Подозреваемые уже признали свою вину и вернули вещественные доказательства по двум преступным эпизодам В Астане едва не случился крупный пожар в одной из достопримечательностей столицы – здании Казмунайгаза Задымление произошло в кровле 13 этажа, однако его оперативно ликвидировали прибывшие на место происшествия пожарные По уточненной информации, под обшивкой на площади половины квадратного метра на уровне 6 этажа горел мусор Пострадавших нет, эвакуация не проводилась 139 подростков разгуливали по ночному городу без родителей 13 из них успели совершить мелкие хулиганства Владельцев трех ночных увеселительных заведений привлекли к ответственности за нахождение у них детей без сопровождения взрослых Это результаты оперативно-профилактического мероприятия «Подросток» в Павлодаре Цель – предупреждение подростковой преступности и защита детей от незаконного посягательства Рейды проводятся совместно с Управлением образования В Павлодаре за первые дни сентября уже выявлено больше 370 фактов различных правонарушений Включая продажу табачных изделий лицам, не достигшим 18 лет, в том числе и употребление наркотиков Если подросток находится в позднее время вне жилища, в ночное время, на улицах города, бесконтрольный со стороны родителей Он становится сразу же объектом Объектом он привлекает к себе внимание именно лиц, которые могут совершить преступления в отношении подростков Это те же грабежи, открытое хищение То есть подросток уже автоматически может стать предметом посягательства, то есть преступного посягательства От криминала ЧП перейдем к теме здравоохранения Главный доктор Казахстана Елжан Бертанов сегодня ночью, не предупреждая, посетил городскую детскую больницу номер 2 в Астане Обход кабинетов и приемного отделения глава ведомства совершил вместе с профессором из США Михаилем Дрешером Примечательно, что эта неожиданная ночная проверка транслировалась в прямом эфире на странице Минздрава в Facebook В ходе визита министр поговорил с работниками больницы и подверг критике организацию рабочего процесса Были высказаны замечания за внешний вид персонала, но в то же время глава ведомства отметил высокую ответственность врачей, их преданность делу И подчеркнул, что эту работу нужно показывать людям Это видео уже стремительно набирает просмотры в соцсетях Добавлю также, что сегодня в 16.20 на площадке службы центральной коммуникации пройдет брифинг с участием министра здравоохранения Он будет транслироваться в прямом эфире на нашем телеканале Корреспонденты Хабар-24 зададут Елжану Бертанову свои вопросы, в том числе и об этой проверке А в Актюбинской области повышают доступность и качество оказания первичной медико-санитарной помощи С прошлого года к этой системе примкнули 10 частных клиник, которые принимают пациентов по госзаказу На сегодня в регионе насчитывается больше 300 объектов здравоохранения В городских поликлиниках уже ввели электронные очереди и паспорта здоровья 19 врачебных амбулаторий открыли в рамках ГЧП Еще две распахнут свои двери до конца года Их строят в населенных пунктах с высоким потенциалом развития Всего на эти цели выделено 1,2 млрд тенге Между тем оснащенность медицинской техникой составляет 85%, что позволяет своевременно выявлять заболевания и заниматься профилактикой Решается вопрос дефицита медицинских кадров Сейчас в регионе не хватает 76 врачей В этом году по программе с дипломом в село планируется трудоустроить 30 молодых специалистов У нас идет целенаправленная работа по открытию участков тезиаторов Создание центров психического здоровья непосредственно поликлиниках Чтобы максимально обеспечить доступность специализированных служб У моего коллеги Марка Брюшко также есть темы о здравоохранении в нашей стране И сейчас я хочу представить вам обзор прессы Марк Брюшко почитал интересные новости из газетных, из бумажных носителей Он на прямой связи Марк, что интересного и какие самые интересные новости, на ваш взгляд, вы увидели? Ну и раз там, хочу сказать, что они касаются не совсем здравоохранения Но здоровья людей обо всем по порядку, прямо сейчас Сам врачи установили причину отравления 18 человек На свадьбе в городе Метаургов, Тимиртау Носителем сальмонеллы оказался официант одного из кафе, где гуляли, получается, свадьбу гости Который работал там без санитарной книжки Эту информацию передает литер КИЗ Автор публикации Айнур Балакешева пишет, что сейчас официант раскаялся Он понимает, что он не должен был работать с едой, не имея на руках санитарной книжки Однако остается еще один вопрос Как допустил к работе с едой этого официанта без подтверждения того, что он прошел медицинскую комиссию Владелец этого заведения Сейчас следователи разбираются в этой ситуации Также чуть позже на портале литер КИЗ опубликовали информацию о том, что в суд поступило исковое заявление от управления охраны общественного здоровья Тимиртау С требованиями приостановить деятельность кафе, где произошло массовое отравление Вместе с тем, власти Карагандинской области, заинтересованные в надлежащем теплоснабжении города Металургов Поставили перед компанией задачу по установке на ТЭЦ-2 дополнительного седьмого котла Он нужен для того, чтобы у станции появился запас прочности Если старый агрегат выйдет из строя, его на время ремонта заменит новый Только что вы же слышали цитату, которая касается еще одной новости из Тимиртау Тимиртау в последнее время можно увидеть очень часто в новостных лентах Так, казахстанская правда сообщает, что на ТЭЦ-2 не успевают завершить все ремонтные работы до наступления отопительного сезона Некоторые жители этого города, да и в целом прибрежных поселков, успели расстроиться На улице уже достаточно стало холодно, и они боятся, что останутся зимой без тепла Но власти спешат успокоить их, волноваться не о чем, пишет газета Пяти котлов достаточно для того, чтобы обеспечивать потребителей города теплом Ведь в октябре и в ноябре обычно не бывает сильных морозов Совсем недобрая новость для жителей села Акун Казалардинской области Из-за недопросовестного подрядчика там срывают сроки сдачи в эксплуатацию школы на 100 мест, пишут Казалардинские вести Подрядчик должен был завершить все строительные работы и сдать школу еще в середине лета Однако строительство велось с отставанием от графика, и поэтому школа еще не готова Сейчас работа выполнена лишь на 85 процентов Автор материала пишет, что в связи с отставанием от графика неоднократно направлялись предупреждения, в частности подрядчику Сегодня подан иск на подрядчика в суд о признании его недобросовестным участником госзакупок Давайте посмотрим, о чем еще пишет газета касательно этого случая По словам заместителя руководителя областного управления образования Курала Ерташевой До завершения строительства занятия будут проводиться в старом здании школы, которая пригодна для учебного процесса Автор вечерней Астаны решили подсчитать, сколько видов птиц живут в столице Какие постоянно прописаны в городе, а каких мы можем видеть только в определенные сезоны Выяснилось, что, по словам экспертов, в черте города за все сезоны можно увидеть больше 90 видов различных птиц Из традиционных здесь живут два вида воробьев, серая ворона, сорока и сизый голубь Ну а среди гостей, которых мы можем увидеть в тот или иной период Это белая тресогуска, обыкновенный щегул, снегирь, чиж, дубонос и самая маленькая птица Евразии Желтоголовый королек На этой позитивной ноте я завершаю свой обзор прессы Арестан, слово тебе Спасибо, мы пополнили информацией все, что необходимо из газетных, так сказать, носителей Спасибо, Марк В Венеции стартовал 75-й старейший в мире кинофестиваль Казахстанский кинематограф в этом событии представлен двумя фильмами Эмира Байгазина и Эльдара Шибанова Для каждой из лент показ в Венеции станет мировой премьерой Об этом не только, в новостях культуры Затем прогноз погоды в регионах Казахстана И это не все, оставайтесь с нами На острове Лидо в Венеции начался старейший в мире кинофестиваль В этот раз он юбилейный, 75-й по счету Казахстанский кинематограф в этом событии представлен двумя фильмами Эмира Байгазина и Эльдара Шибанова Для каждой из лент показ в Венеции станет мировой премьерой Я очень рада за наших соотечественников Пусть казахстанское кино развивается и идет вперед Наши фильмы сегодня посмотрели много иностранных гостей И это очень важно Хочется сказать про Эмира Байгазина Он, несомненно, поднимает наш кинематограф В его фильмах есть эстетика Чтобы стать конкурсантом такого кинофестиваля Нужно быть профессионалом высокого класса Я желаю ему удачи Кроме того, в рамках мероприятия Был презентован кинофестиваль Евразии Учредителем которого выступает Министерство культуры и спорта Республики Казахстан Стоит отметить, что в ходе Венецианского кинофестиваля Прошла презентация нескольких казахстанских картин Казахстанское кино также представлено на Венецианском фестивале Фильмом Эмира Байгазина «Река» И завтра будет презентован этот фильм И мы в преддверии этого фильма Сегодня провели презентацию казахстанских фильмов Казахфильма Сегодня вся наша делегация была очень вдохновлена тем Что впервые на этой презентации присутствовала Министерство культуры Италии Среди прочих в событии на острове Лида были представлены трейлеры таких картин Как «Дорога к матери» Ана Ахана Сатаева Оралман Сабита Курманбекова Жад Ермека Турсынова и многих других В презентации показали мой последний фильм «Талан» Для меня это большая радость Потому что мою работу увидели продюсеры и режиссеры из других стран Сегодняшнее мероприятие для казахстанского кинематографа Это шаг вперед Конечно, хочется сказать большое спасибо и Министерству культуры, и Академии искусств Фильм «Талан» возможно скоро выйдет в большой мировой прокат Мы над этим работаем В Алматы участок реки Малая Алматинка от проспекта Достых до улицы Рыскулова Стал местом расположения восьми необычных арт-объектов Зеркал разной формы, визуально расширяющих пространство Авторами инсталляции выступила творческая группа, специально прибывшая из Минска Это Сергей Кравченко и Андрей Бусин Делали исследование идентичности алматинца И сосредоточились на реке Малой Алматинки Где мы обнаружили невиданное количество заборов С которыми мы взаимодействовали с помощью зеркал Уже получены первые отзывы местных жителей Объекты назвали мистическими, дающими возможность взглянуть на все с другой стороны Выбор места был не случайен Участок длиной 10 километров проходит через несколько районов И может, по мнению авторов, многое рассказать о городе и его жителе В конце сентября в словацкой столице Братиславия пройдут международные состязания по спортивным танцам От Казахстана участвовать будет одна лишь пара Это Гильдант Леубергенов и Яна Бугаш Подготовка идет полным ходом, так сказать Мы настроены позитивно, настроены на результат Потому что если мы войдем в финал чемпионата мира То мы станем первой парой в истории Казахстана Которая вошла в финал чемпионата мира по взрослым Ельдан и Яна примут участие в соревнованиях по латиноамериканскому и европейскому танцам Эти шоу-направления имеют свои особенности К примеру, в латиноамериканском партнеры не так близко связаны, как в европейском Композиции для турнира молодые танцоры выбирали сами Музыку для европейского шоу мы выбрали спонтанно Я ехал просто за рулем по городу, услышал ее по радио Мне понравилось, я предложил Яне, и мы как-то выбрали, решили ее сделать Танцоры в подобных конкурсах участвуют последние три года И уже успели стать победителями некоторых из них В этот раз турнир в Слобаке будет сложнее, чем предыдущие Поскольку пара будет выступать без своих наставников В конце выпуска расскажем о событиях, которые состоятся в ближайшие дни 8 сентября в Астане выступит заслуженная артистка Казахстана Майра Мухаммед Хазе До 10 сентября в Национальном музее продлится выставка 50 шедевров 20 века И собрание Третьяковской галереи В Центральном государственном музее продолжается экспозиция На Великом шелковом пути орнаментальное искусство в керамике Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Продолжаем информационный день Этот выпуск мы конечно не обойдемся без юмора Необычная новость из Усть-Каменогорска пришла к нам Там мужчине выдали справку о том, что он беременный пациент Еще раз подчеркну, мужчина Обратился в больницу с пелонефритом А вернулся домой согласно выданному документу с беременностью Казус произошел в одной из частных больниц Города известно, что житель областного центра обратился туда с болями в пояснице С жалобой на почечные колики и температуру А после осмотра врача-нефролога В заключении он прочитал, что его живот увеличен согласно срокам беременности И с удивлением узнал, что он уже ощущает шевеление младенца В лечебном учреждении отметили, что это мог быть сбой компьютерной программы Ну или просто человеческий фактор Врач не стерла запись в шаблоне после предыдущего осмотра Но в любом случае повышенное внимание к пациенту уже обеспечено С пациентом это оговорено, он дал согласие, подойдет Мы его коллегиально осмотрим на достоверность этого заключения После этого уже определимся Если это чисто механическая ошибка Будет, конечно, разбор на оперативном совещании У нас врачи все собираемся И там этот случай доложен Будет объявлено, конечно, замечание за невнимательность Участники экспедиции Сарарка, посетив 4 крупных природных парка Завершили свой путь на поляне Аблайхана в Бурабае В рамках проекта Олудала Ельни Саяхат 150 человек за 16 дней проехали по территории Североказахстанской, Паводарской, Карагандинской и Акмолинской областей По итогам масштабного тура выпустят фильмы Путеводители по сакральным местам Разработают новые туристические маршруты В планах еще две экспедиции От моря к морю и новый шелковый путь В пути мы удивились тому, что степь Сарарка Что она и большая, размером с территорией Франции Но на самом деле она такая разнообразная Она может быть и ярко-желтой, и ярко-красной, и зеленой, и коричневой И с дождем, и без дождя То есть в каждый период погоды, в каждый период времени она совершенно разная Это наша родная степь В Казахстане очень много неизведанных, неизвестных мест Которые мы готовы открывать не только туристам потенциальным со всего мира Но и в первую очередь нашим гражданам Через вот такие путешествия возрождать интерес Возбуждать интерес в наших гражданах Чтобы у них интерес к родному краю Познавать историю родного края Вот эти родные места И в завершении выпуска немного о спорте В Павлодаре прошел заключительный матч отборочного этапа чемпионата мира Наша сборная принимала дома футболисток из Туманного Альбиона Обе команды показали весьма хорошую игру Но опыт и мастерство все же взяли свое Уже на 10-й минуте встречи счета открыла игрок английской сборной Точно пробившая пенальти На перерыв команды ушли уже со счетом 0-2 в пользу гостей В итоге встреча закончилась в сухую Англичанки забили 6 безответных мячей Подопечные знаменитого Фила Невилла Еще до этого матча заочно обеспечили себе путевку в финал В Павлодаре игра с участием национальной женской футбольной сборной проводилась впервые Такое решение приняла Казахстанская федерация футбола И это вызвало большой интерес у болельщиков Правильно, что матч проводится в регионе Поскольку здесь местные детвора, девчонки, которые ходят в футбольную секцию Клуба Павлодар могут наблюдать за настоящими мастерами сборной Англии Здесь вживую, конечно же, 5 команд во внутреннем чемпионате Это очень мало и нужно дальше развивать женский футбол Открывать секции, привлекать девчонок, заниматься футболом Что же, а для тех, кто все-таки пользуется интернетом активно, продвинутый пользователь Я рекомендую заглянуть на наш информационный портал 3W24KZ Все свежие новости в стране и мире вы можете найти там Я с вами прощаюсь, до встречи, информационный день продолжается Увидимся